Конституционный суд признал неконституционным решение парламента о введении чрезвычайного положения до 30 мая в связи с пандемическим кризисом. Таким образом, режим ЧП считается упраздненным с момента принятия вердикта. Вследствие отмены были аннулированы и меры по поддержке граждан и бизнеса. Депутат от партии «Социалистов» Владимир Односталко считает, что отмена ЧП приведет к негативным последствиям. Здесь мы сталкиваемся с огромными проблемами. Первое. Пособие по безработице. Больше не будет. Оно отменяется, потому что оно было принято комиссией. Бесплатные медикаменты COVID, которые, вы помните, 100% была компенсация. И их доставка надо. Теперь этого не будет. Пенсии. Теперь все будут опять ходить и получать эти пенсии на почте, либо в банке. Кто где прописан, кто где получает эту пенсию. На способе 100 тысяч лей, которые выплачиваются медикам в случае трагедии, в случае тогда, когда он болел ковидом и умер, это тоже отменяется. Норма возмещения НДС ускорена. Она тоже отменяется. Норма налоговых каникул по выплате в медсоцфонд. Она тоже отменяется. Субсидирование для сельского хозяйства. Там особая норма. Они тоже отменяются. Депутаты ряда партии ранее заявили, что чрезвычайное положение является настоящим фейком. Оно было введено из политических соображений. То, что было отменено вчера, это было одно из политических заявлений парламента Республики Молдова. И не более того. То есть нужно слушаться врачей, нужно слушать чрезвычайную комиссию, которая работает с 2020 года на протяжении всего этого года. А выборы состоятся уже 11 июля. Насколько я понимаю. И когда мы говорим про выборы, опять же, там будут предусмотрены деньги. Все люди, которые будут работать в избирательных комиссиях, будут носить маски, экраны, будут заходить по двое-трое. У нас есть уже вот этот опыт. И Болгария провела свои выборы в этот период. И Португалия, и Бразилия, и страны, где проживают сотни миллионов граждан, не просто населенные пункты, где ходят на выборы 200, 300, 500 человек. Поэтому расстояние нужно держать, нужно носить маски, как положено, над носом. Политолог Валерий Демидецкий выразил свое отношение к отмене и признанию незаконным ЧП в стране. У нас впереди выборы. И я, как говорил, в раздолье для политиков. Для простых граждан, для которых они, судя по заявлениям, наши политики так стараются, но я не думаю, что что-то будет хорошее. Почему? В стране вакционировано всего 3% населения. Казна пуста. К бедности, безработица, пандемии, которая уносит жизни наших близких, добавился опасный расход в общество. Который усилием политиков становится все. Примерно в баланс симпатии между Западным и Востоком, а также проблемы в Приднестровье, в нашей ЖКЗ Узии, события в соседней Украине, где-то скалация. И напряженность в мире. Наша страна вступила в опасный период. Мнение опрошенных нами жителей региона об отмене ЧП расходится. Но мы все-таки надеемся на то, что в нашей стране начнут действовать законы, как они должны действовать, а не как угодно политикам тем или иным. Поэтому все, кто пострадал, надеюсь, получат компенсацию. А те чиновники или те политики недобросовестные, которые приняли это все, должны быть наказаны. Знаете, я даже не смотрела ничего, не знаю. Я недавно приехала и не могу вам ничего никакого ответа давать. Потому что не смотрела вчера последние новости. Расслабление давать не надо, потому что там эпидемия пойдет намного хуже. Надо чуть-чуть расслабить, потом снова чуть-чуть, чтобы людей не распоясались. Расслабление, а там уже и бочки и бочки болели. Слава Богу, по крайней мере, может быть, уже закончилась вот эта зараза. Может, я знаю девочки, не могу сказать точно. Я, например, спасибо, не болели, не это самое. Слава Богу, но с этим хожу. С на мордиков хожу. А что делать? Ну, я думаю, что уже, мне кажется, хватит вот это. Если надо будет, и так болеем. Мы сами это сами. А так, спасибо. Дай Бог, дай Бог, чтобы не было. Я думаю, что раны отменили. Почему? Ну, еще люди есть, которые болеют. Надо беречь друг друга. Заражаемость большая же еще. Как бы, я так думаю. Наверное, скорее всего, пора. Почему? Ну, потому что уже спад идет к спаду, болезнь, как бы, ну, не такой же прогресс. Чрезвычайное положение было введено на всей территории страны сроком на два месяца – 1 апреля. Даже несмотря на то, что ЧП отменено, и число заболевших с каждым днем снижается, ношение масок в закрытых помещениях и соблюдение дистанции, говорят парламентарии, необходимо. Зинаида Канцев, Сергей Георгиев, Евгений Мельник, ГРТ Новости.